Девушки отдыхают Чудный без числа Вот так прекрасно описывает нашего Бога Но почему неследимые? Великие, чудные дела Божьи Это правда, но неследимые Не потому ли, что у Него ничего не делается по привычке? Мы не можем поймать Его за привычку сказать Вот так Невозможно просто отследить Его действия Всемогущего Бога Хоть Он и постоянен в истине Но кто может сказать, что Он абсолютно знает истину Бога? Мы каждый раз учимся Каждый раз удивляемся Вот что есть истина Вот оказывается, как Бог судит по истине Но, в отличие от Господа Человек предсказуем И знаете почему? Потому что у Него есть привычки Что такое привычка? Привычка — это форма поведения Свойственна она всем людям Без исключения Она от человека не требует умственных усилий Это просто поведение человека Ставшее для Него обыденным Постоянным Можно сказать, что человек Действующий по привычке Не прикладывает к этому действию Умственных способностей Не задумывается над тем Что он сейчас совершает машинально Для Него это просто привычно Вот у каждого есть своя привычка Утром встал, кто-то идет Сразу пьет кофе, допустим Или стакан воды Это пример Привычки становятся частью человеческой натуры И я вам скажу, что они даже начинают Нами управлять в какой-то степени В таком случае хочется задуматься Привычки иметь Это хорошо или плохо Это безобидно Или же нет Есть ведь положительные привычки А есть отрицательные В зависимости от того Что за привычка у человека Но привычка Она бессознательно происходит Это бессознательная Автоматическая модель Поведения человека Поэтому я призываю Разобраться в своих привычках Рассмотреть Плохие они или хорошие Приносят ли они пользу Или наоборот вред Вот например Будем так рассуждать Ходить в церковь Это хорошая привычка Привычка молиться За обедом За едой Хорошая привычка Привычка вечером молиться Утром молиться Привычка терпеть зло Ну даже можно сказать Беззаконие Это хорошая привычка Привычка быть христианином Это хорошо или плохо Давайте подумаем Плохо иметь такие привычки Безобидно ли иметь Такие привычки К христианской жизни К примеру Если мы идем в церковь Не по желанию А по привычке Каждое воскресенье К примеру Это хорошая привычка А если молимся Не по побуждению сердца А по привычке Можно ли назвать Это хорошим Или она становится Машинальной Потому что это просто Привычка Человек многое Совершает по привычке Даже жизнь Обычного человека Сложенная Из привычек И он старается Строить и подстраивать Других под свои привычки И даже иногда Огорчается Если человек Рядом с ним Живущий Не хочет Смириться С их привычками С его привычками Загляните в себя Посмотрите Может быть Вы подчиняете Вашего Ближнего Своим привычкам Если это не удается Начинайте Раздражаться И некоторые Начинают подчиняться И жить Чужими привычками Ради мира Для того Только чтобы Избежать конфликты Он покоряется Твоим привычкам Как по-твоему Это хорошо Или плохо Как это хорошо Проявляется В семьях Вы знаете Почти у каждой Семьи Такое присутствует Когда один Из супругов Доминирует Над другим И подчиняет Своим привычкам Другого А в иных случаях Будет конфликт И самые Безобидные вещи Могут вызвать конфликт И зачастую В семьях Именно это И приводит К неприятностям Как по-вашему Привычки Бывают Безобидные Если они Приносят Столько Неприятностей Так что Трудно Их назвать Безобидными Даже на Бытовом Уровне Привычки Это Твердыни Но вот Хорошие Твердыни Или плохие В этом Надо Разобраться Каждый Посмотри На себя Каждый Перепроверь Себя На чем Ты построил Свои Привычки На какой Твердыни Вы знаете Что Твердыни Вот эти Крепости Они никогда Не переносились Это невозможно Они всегда Стоят Прочно Их Иногда Можно Разбивать Или Обходить Но Они Не Переносятся Вот Я подумала Может Поэтому Бог Сказал Что Скиния Должна быть Разобранной Собранной Переносной Для того Чтобы народ Божий Не привыкал К одному Месту Чтобы они Не сделали Из нее Привычку Положение Вот здесь И это Привычное Оно Теряет Жизнь Она Должна Была Не привязывать К месту Чтобы не Стать Обыденной Она Не была Привычкой Привычка Она Привязывает Человека К себе И человек Просто Несвободен В движении В поиске Несвободен Вы знаете Что Очень много В вашей жизни На бытовом уровне Вас Связала Посмотрите На себе Даже Просыпаясь Утром Вы Боитесь Изменить Свою Привычку И начать С чего-то Другого Потому что Вы привыкли Вот так Вот Я один Из примеров Еще Хочу Сказать Это Примитивный Пример Но Очень Актуальный Вот Вернулся Муж Домой Зашел В комнату Что он Видит Жена Успела Все Перестановить Переложить Все вещи Что возникает В мыслях У мужа Сразу Неуют Недовольство Потому что Он привык Что это Стоит Здесь Это Лежит Здесь А теперь Надо Искать Возмущение Почему Потеря Комфорта Привычный Комфорт Вспомните Как Бывало И у нас В церкви Кто-то Приходил И вдруг На его Месте Сидят Но человек Даже И не Говорит Что это Не так Я Привык Сидеть На этом Месте И были Даже Среди Нас Обижены Что Посадили На другое Место Пришлось Уступить Что Это Безобидная Привычка Несчастный Стул Из-за Которого Теряешь Мир Уже Не Безобидно Любая Привычка Может быть Не Безобидно Разберитесь А бывает И так Что Зашел В знакомый Супермаркет И прямо Идешь Ты знаешь На какой Полке И что Лежит Что тебе Нужно Привычные Продукты Удобства Комфорт Поэтому Ты любишь Ходить В свой Супермаркет Потому что В другом Районе Этот же Супермаркет По-новому Лежит Ты ничего Не узнаешь Ты не любишь Туда ходить Теперь Зашел В этот же Самый Супермаркет А все Полочки Переставлены Все Продукты Переставлены Тебе Приходится Искать Где Твои Привычные Продукты Опять В твоей Душе Дискомфорт Даже Есть Слабое Раздражение Зачем Мне Это Сделали Но С какой Целью Действительно Это Делается Специально С той Целью Что Ты будешь Искать И Найдешь Что-то Новое Для Тебя Ты Будешь Двигаться Это Движение Которое Приводит Тебя Может Даже К Лучшему Что Ты До Сих Пор Не Видел Они Всегда Там Были Но Ты Шел По Привычке В Одно Место И Брал И Уходил По Привычке Мы Многое Теряем Потому Что Привычка Не Двигает Нами Поэтому Ты Мог Ничего Не Видеть Но Теперь Когда Ты Движешься Ты Находишь То Что Всегда Было И Тебя Может Это Заинтересовать Понравиться То Есть Откровение От Бога Тоже Не Может Быть Привычным Как Ты Там Получаешь Откровение О Это Все Риме Здесь Было Я Не Видел Так Бывает И В Господе Нужно Постоянное Движение Привычка Закрывает От Тебя Новое Закрывает От Тебя Приобретение Она Тебя Не Допускает К Лучшему Может Оно И Хорошее Но Не Допускает Тебя К Лучшему Есть же Такое Выражение Хорошее Враг Лучшего Почему Привычка Хорошее Нашел И Держишься Хорошее Нашел В Боге И Держишься Хорошее Нашел В церкви И Держишься Хорошее Нашел В доме И Держишься но есть лучшее. И привычка лишает человека поиска лучшего. Лишает человека поиска движения. Поэтому, может быть, Павел сказал очень мудрое слово к филиппийцам 3, 13-15. Он сказал, братья, я не почитаю себя достигшим. А только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели. К почести высшего звания Божьего в Ахрисе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это вам откроет Бог. Павел понимал, что если почтешь себя достигшим, ты остановился. Уже не к чему двигаться. Ты уже обрастаешь привычкой. Тут уже просто начинается обрастание. И ты холодеешь, ты уже не горишь. Ты уже достиг. К чему стремиться, к чему двигаться. Вот откуда появляются такие предсказуемые служения в ортодоксальных церквях. Они просто уже достигли. Они пришли. Теперь не надо двигаться. Теперь надо по привычке все точно так же исполнять. И харизматическое движение их раздражает. Харизма, то есть движение в Духе их раздражает. Мешает. Там не может быть привычки. Потому что Дух Святой никогда не действует по привычке. Это совершенно новое движение и служение. Никакой привычки не должно у нас возникать при достижении цели. при достижении духовных отношений. Мы должны понимать, что все, к чему мы пришли, начать снова двигаться дальше. Это не конец. Только простирайся вперед. Только в движении вперед мы можем достигать высшего и высокого в Господе и в Духе. для христианина привычка это губительно. Она равносильна духовному сну. Тепленькое состояние, которое не любит Бог. Он не любит тепленьких христиан. Но тепленькие христиане это те, которые живут по привычке. Мы христиане по привычке бываем. Но тепленькие христиане по привычке молимся, по привычке в церковь ходим. Привычка, привычка, привычка. Но если будете жить по привычке во Христе, вы просто тепленькие. Вы никогда не найдете лучшего, потому что вы остановились. И Павел очень хорошо это понимал и говорил, что забывая заднее, простираюсь вперед. Спешу. Потому он сравнивал поиски с бегом. Бегите, как на аресталище. Бежать, бег на месте есть такое, конечно. Но не это вас приведет к высоте. Но некоторые думают, я уже все достиг. Зачем мучиться, поститься? Страдать душой в поисках? Чего-то лучшего, когда уже есть все хорошо. Я нашел уже спасение, уже примирение, уже все. Тихонечко живи, тихонечко почитывай Писание. Даже в Писании ничего не ищут. Даже в Писании ничего не ищут нового. И если кто-то возникает и говорит что-то новое в Писании, увидел, услышал от Духа, осуждают. Фарисейство осуждает. Почему? Потому что привыкли так мыслить, так понимать, деды, прадеды. все, приехали. Читать Библию нужно рассуждая. Нужно искать новое движение в Духе, потому что Бог постоянно обновление. И Дух Святой постоянно нас ведет откровениями Своими. Он на это послан. Поэтому Библия всегда живая. она никогда не устаревшая. Она никогда для прошлых веков. Она всегда для будущих. Поэтому будущее возвещу вам. Дух Святой пришел, чтобы будущее возвестить нам. Даже не только настоящее, будущее, понимаете? А как возвестить, если я уже все знаю, пришел, я уже ничего не надо? И считать, что если рассуждаешь, то философствуешь. поиски излишни нарушают этот покой, неправильный покой, привычку. Это христианский консерватизм, препятствующий развитию и движению Духа Божьего. Но Бог призывает нас к постоянному движению. Он постоянно в нас призывает, чтобы мы искали Его. Некоторые говорят, почему вот я ищу Его, а Он кого-то отдаляется. Потому что Он тебя все время призывает, идем, 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 идем. Он дает себя почувствовать и снова отходит, идем, потому что Он вводит тебя в глубину отношений, в глубину познаний. Надо бежать, а не лежать. Лежать и ждать, когда будет конец света. Даже молитвы наши не должны быть по привычке. И не должны становиться привычкой. Каждая молитва — это разговор. Это общение. Вы представляете себе такого друга? Вы пришли и по привычке задали один вопрос, он по привычке ответил. Вы захотите прийти к нему опять и спросить, и он опять ответит. Вы идете к друзьям, чтобы побеседовать. Чтобы он что-то сказал вам такое, что вы пойдете и будете думать. И он хочет от вас услышать что-то, что-то потом задумался. Каждая молитва — это разговор. Это общение. Это ожидание ответа. Ожидание откровения. Зачем вы идете молиться? Только со списком, чтобы ему предоставить список, что он должен сделать, или ищите его. Молитва — это поиск. поиск живого общения. Поиск его голоса. Его взгляда. Его откровения для тебя. Для твоего движения, как дальше идти, как жить. А если молитва — это форма, то и произносится она по привычке. как некоторые имеют даже молитвенники и просто читают. На сегодняшний день, на завтрашний день. Кому нужны такие молитвы? Может быть, кто-то так молился, но ты прочитал чужие молитвы. для тебя они мертвые. Если молитва превращается в формальную, то надо тут же изменить ее. Выйти из этой формы, искать жизни. В Духе всегда есть жизнь. То, что обрело форму, оно мертвое. Такой молитвы нет у жизни. И Духа Божьего нет. И твой Дух не участвует. Только путь перебирает привычной фразой выражения. Вы знаете, Давид написал изумительные молитвы. И некоторые этими молитвами молятся. Читают молитвы Давида. Псалмы Давида. Когда Давид их писал, он молился. У него шло это от сердца от Духа, это пророческие были молитвы. Но если ты их просто наизусть выучил и зачитываешь, по привычке, вот такой-то Псалом, вот такой-то надо прочитать вот эти строчки, молитва мертвая. Она остается молитвой Давида. Она не твоя молитва. Бог ее не принимает. Он слышит опять молитву Давида. Она должна жить тебе. Она должна стать твоей, даже если ты читаешь Псалом. Не зачитанные слова, не заученные. Для Давида это было поклонение. А для тебя поклоняйся Духом, даже когда читаешь слова Давида. но не фразы. Не заученные фразы. Богу не надо заученные фразы. Ищи жизни даже в твоей молитве. В твоей повседневной молитве. Если вы заметили, что ваша повседневная молитва превращается в форму, остановитесь, остановитесь и скажите Господь помоги мне. Что-то не так. Что-то не так с моей молитвой. Она умирает. Я хочу жизни. Хочу, чтобы моя молитва была жизнью моего Духа. В молитве должно участвовать сердце. В ней должны быть задействованы чувства, эмоции. Тогда в ней есть жизнь. Нет, не артистизм. Ни в коем случае. Не надо быть чтецом, красиво декламировать. Нет. Чувство сердца. Чувство твоего Духа, твоей Души. Молитва должна быть живая. Потому что на небо к Богу поднимаются твои чувства. А вот в этом космическом пространстве остаются твои слова, которые тебя судят или же оправдают. Искать и двигаться надо постоянно. И в церковь надо воскресенье идти. Сегодня мы не можем, но идти. Вы уже пришли в церковь, рассели у компьютеров своих, у телевизоров. Идите не по привычке, а в поиске. Я хочу сегодня встретить тебя, Господь. Вставайте утром с этой мыслью. Господь, я хочу сегодня услышать тебя. Сегодня скажи мне лично. Неважно через кого, неважно как, скажи мне ты. Я хочу услышать откровение получить от тебя. о себе, для себя. Услышать новое. Услышать твое желание. Идите так, говоря с Богом, ища Его. Это должно быть движением Духа. Тогда ты не просто пришел послушать и отбыть воскресное служение, а ты пришел, чтобы побыть в присутствии Бога. вы знаете, что иногда для того, чтобы церковь как-то двинуть, чтобы разрушить вот этот церковный комфорт привычек, переставляют кафедру слева направо, стулья переставляют, чтобы эта форма вроде как исчезла. Да, это помогает на время. Люди приходят, ой, куда сесть и начинают двигаться и искать. Привычный комфорт разрушен. Однако, через какое-то время, опять человек привыкнет, опять присядет и опять будет привычка. Теперь уже на новом месте. Это не является движением Духа. Это не подвигнет человека к движению в поиске Бога. Это просто новое место. может даже раздражение вызовет у некоторых, потому что лишили комфорта. Но человек такой интересный, он приспосабливается к любым условиям, потихонечку приспосабливается и привыкает. Вот то же самое может с нами произойти и сейчас. Некоторые так привыкнут к этому Зуму, что даже не захотят двигаться дальше. Их вполне устроит, что они сидят дома. Так хорошо в своем любимом кресле. Можно тут же с бутерброда, можно тут же с кофе. И там проповедуют. Послушали, сказали. Красота! Зачем транспорт? Двигаться, куда-то идти? И этот комфорт тоже человека просто убьет. Бог все время хочет, чтобы мы двигались. Вы думаете, то, что произошло сейчас, случайность, Он остановил даже движение в церкви неправильное, чтобы все изменить. Он разрушил вот этот комфорт и удобство, эти привычки, чтобы сделать новое. чтобы все изменить. Я вам скажу, что нужно двигаться. Нужно, чтобы Господь был живой в твоей жизни. Чтобы ты не охладевал, а все время горел в поиске, в поиске Бога живого. Все время ищите, в молитвах ищите, всегда ищите, в Писании ищите. Все твое внутреннее должно искать Бога. Потому что Бог живой. Раз Он живой, Он хочет живых отношений. Вы знаете, почему Господь некоторым христианам допускает скорби, да почти всем? Дать благо нашего блага. Это одна из причин, по которой приходят скорби. Это для того, чтобы толчок был. Пробуждение. Для того, чтобы мы начали искать. Чтобы мы поняли, что мы нуждаемся в живом Боге, а не в религии. В религии мы не нуждаемся. Это мертвичина. Мы нуждаемся в живом Боге. Те, у кого нет скорбей, живут, как остальные люди, просто спокойно сидят. Огрузившиеся в привычки. Евреям 12, 6, 8, Павел говорит, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. если вы теперь терпите наказание, то Бог поступает с вами как сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не законные дети. Но если вы без наказания, которое не сыны, так что если Господь с нами поступает как сынами, то слава Бог, значит, Он нас признал сынами, своими детьми, и все время нас подталкивает к поискам и движению. Вы знаете, что всякая боль в теле не дает человеку спать. Точно так же, как и скорби душевные. Уснешь, человек начинает бодрствовать, начинает искать Господа, начинает искать как избавиться от этого. И в скорбях по привычке не помолишься. Начинаются молитвы от духа, сердца, от души. Поиски лица Божьего. но я вам скажу, это младенчество. Это младенчество, это малышей надо все время наказывать и шлепать. Это младенце, малыша надо все время подстегивать. Таким образом он движется. Когда-то и меня так Бог подстегивал все время. Напомню свою духовную молодость. когда я хотела молиться и у меня как-то не получалось. И я просила Господи помоги мне, чтобы я с утра молилась, чтобы я искала Тебя. И Бог помогал. Как только помолюсь, какая-то скорбь. Пока я не поняла. Да я не хочу, чтобы я молилась от того, что меня подстегивают. Я хочу любить. Я хочу любить молиться. Я хочу любить моего Господа. Хочу сама бежать. Я поняла, что есть прекраснейшие отношения. Не когда тебя все время подстегивают. А когда ты бежишь, когда ты ищешь, когда все оставляешь. Это другие отношения с Богом. Это отношения любви. А любовь это зрелость. Когда человек начинает искать Божьего лица уже не из-за скорбей, а от любви и от интереса. Мне просто интересно с Ним общаться. Вы понимаете, с Ним интересно общаться. Для некоторых это просто форма. Надо. Ну, как же я не помолюсь. нет, это не то. Это младенчество. Но есть интерес. Потому что Он говорит с тобой так же, как говоришь с Ним ты. Бог становится смыслом твоей жизни. Это уже не привычка. Это уже поиск. И каждый раз поиск Божьего лица для того, чтобы еще услышать. Для того, чтобы было еще одно откровение в твоем сердце. И каждый раз это новые отношения. Потому что никогда не приходит Бог так же. Он может прийти на то же самое место, потому что ты здесь молишься, но не так же. Поэтому когда некоторые спрашивают, а как Бог с вами говорит, а как? Да как же я могу это описать? Это мне надо описывать каждый случай Его прихода и каждый наш разговор. Жизнь без движения для зрелых христиан неприемлема. Привычки осуждаются. Ну разве что только та привычка, что молиться люблю на коленях. И Библию также читать. А другие привычки они безжизненные. Они не могут приносить удовлетворение Духу. если в Твоей молитве не произошло столкновение, ты уходишь неудовлетворенным. Ты снова и снова приходишь, чтобы узнать, что случилось. Почему я не слышу Тебя сейчас? Пока снова не столкнешься. Тогда ты получаешь удовлетворение в Духе. Запомните, Бог тот же самый, но не один и тот же. Он всегда новый. Всегда касается по-новому. Приходит всегда по-новому. Поэтому по привычке с Ним общаться невозможно. По привычке вы Его никогда не найдете. И предугадать действий Бога так же невозможно, как и было сказано. У Йова 5.9 Бог, который творит дела, великий неследимый. Чудный без числа. Римляне 11, 33, 36. О, бездна богатства. И премудрости ведения Божьем. Ты что, дошел уже до бездны, что больше уже теперь по привычке можешь там черпать? как непостижимы судьбы Его. И неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он был должен воздать? Ибо все из Него им и к Нему Ему слава вовеки. Аминь. Вы знаете, в Боге нет привычных мест. И нет привычных путей. Он всегда загадочен и непредсказуем. И когда мы изучаем Его, постигаем только одно, что Он непостижим. Истинное познание Бога не в том, что человеку удалось Его познать, а то, что в человеку открылась Его непостижимая глубина премудрости. И тот, кто думает, что много знает о Боге, просто не знает ничего, так, как должен знать. Только тот, кто истинно познает Бога, видит беспредельность. Видит непознанность, пространство вечности, бездну тайного и сокровенного и мизер познанного из вечной безграничности. так привычка никогда не позволит человеку двигаться и познавать их. Никогда не позволит ему проникать в Божьи глубины. Дух не движется, спит, тепленький. Она губительна или нет? Каждый для себя определит. Для тебя привычка губительна или нет? Безобидна или нет? Пересмотри свою жизнь. Каждый должен решить для себя. И вы знаете, что от этого решения будет зависеть ваш выбор. Выбор жизни в христианстве и в движении Духа. Будете ли вы сидеть и стоять на месте, или бежать, забывая заднее, и простираться вперед и спешить к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Ни для кого не сказано, что для тебя закрыто. Ты не можешь постигать. Тебе не дано звание Божьего во Христе Иисусе высшего. Тот, кто бежит, тот и восхищает. Кто бежит, тот и приходит. Ты просто не бежал. Ты просто не искал. Ты не хотел. Тебя устроило. Вот и все. А кто-то бежал. А кто-то все оставил и бежал. И жизнь свою оставил и бежал. Потому что ему было дорого. Вот и все. И не надо говорить, что это кто-то особенный, а ты не особенный. Вы все особенный. Но какое у вас отношение? Особенно или нет? Что вы хотите? Привычка хорошего лишает лучшего. Запомните это. Помните это.